А молодежный театр приглашает челябинцев на поиски пропавшего экскурсовода. Экскурсия детектив. В день города вы сможете увидеть за курися театра. В истории молодежного театра много интересных фактов, романтических историй, таинственных легенд о подземных переходах и сказок о привидении. Да, что из этого правда, что вымысел мы узнаем 8 сентября. Да, ну а прямо сейчас мы попытаемся узнать сценарий мероприятия. У нас в гостях Галина Братышева, директор Челябинского молодежного театра. И еще кто-то, пока мы не знаем, кто это. Но, Галина Анатольевна, кто с вами? Это, видимо, Родион. Медведь Таши. Нет, у нас Таши. Свой. Движонок. А зачем ему топор в нашей студии? Зачем он его точит? Он работящий просто, он очень любит трудиться. И вот он. Вы же знаете, что осень это период сбора урожая, подготовки к зиме. И вот Челябинский молодежный театр собирает обильный урожай из четырех премьер. У нас осенью три премьерных новых спектакля. А также мы приглашаем всех жителей нашего города, гостей в День города, в наш молодежный театр. Потому что у нас будет День зрителя. Вот что это? Как это? День зрителя, Галина Анатольевна. Что это такое? Что это такое? Это возможность купить билеты на весь репертуар молодежного театра, на премьерные спектакли в том числе, с очень большой скидкой, с 50% скидкой. Касса работает с утра до самого вечера. А также мы приглашаем всех зрителей, любителей театра нашего. Потому что молодежный театр – это здание, которое очень значимое в жизни нашего города. И все, что связано с легендами, сказаниями, с какими-то таинственными историями. И у зрителей будет прекрасная возможность посетить за кулиси театра и узнать все, что происходит там, когда нет зрителей. Ну, подождите, День города, возле вашего здания всегда огромное количество людей. Все, наверное, захотят все-таки зайти. Это платно, бесплатно? Это бесплатно. В 5 часов первая экскурсия начинается. И каждые полчаса мы приглашаем новую партию экскурсантов к нам в театр. Как где-то записаться надо или просто пожелать? Есть записи на сайте, но и свободный тоже вход будет. Галина Анатольевна, вот Медведь Саша, я просто не знаю, кто там под маской. Кто-то маска, да. Он так и будет, да, с нами? Если красавица, которая у нас есть, Марина Гесс, поцелует, расколдует Медвежонка, то он станет актером молодожного театра Сашей Зайцевым. А вот так вот можно? Сашка, ты что? Сейчас в студии прямо волшебство. Я сейчас приготовились, друзья, чудо совершаю. Куда его целовать? За ушком, почему? Можно его носик? Так, барабанная дробь. Топор положи. Сая, привет! Стопа. Да, ну вот такие чудеса, они могут быть... Медведь голодит. Такие чудеса могут быть только в театре, когда Медведь Саша становится в актера, превращается в актера молодежного театра Александра Зайцева. В театре все время происходит превращение, какие-то чудеса. Галина Анатольевна, то есть я понимаю, что вот эта вот экскурсия, да, она тоже будет с какими-то необычными превращениями, с какими-то медведями. Ну, раньше времени не хотелось бы рассказывать, но вы знаете, что... Саша в этом костюме будет-то? Нет, в другом Саша будет. Это будет сюрприз для всех, там будет много интересных историй, разных локаций, неожиданностей. Ну вот, например, могу такую замануху. Давай. Известно, что архитектором здания был Карвовский, пермский архитектор. И, ну, к сожалению, он скончался в 1896 году. И прибыл воплощать в жизнь проект нашего здания молодой архитектор. Тут же он влюбился в нашу местную девушку, она ему не ответила взаимностью. Но и через некоторое время они исчезли. А вот почему они исчезли и почему она не ответила на взаимность, вы узнаете 8 сентября в Молодежном театре. Пам-пам. Заинтриговал, заинтриговал. Готовился, наверное, очень хотел. Галина Анатольевна, а вот у вас, мы смотрим, вы не с пустыми руками пришли, и браслеты у вас тут какие-то, и, я как понимаю, это репертуар у вас в новой стилистике. Мы об этом уже рассказывали, то, что печатная продукция у вас полностью изменилась. А браслеты, это, извиняюсь спросить, это кому? Это браслеты вам, как раз в подарок. Только наоборот, да, маленькие. И у нас получают, да, вот так, Степа, наоборот, мужская, большая. Спасибо большое. Вот я представляю, когда мы с Мариной в свои театры идем вот с такими браслетами, и пусть завидуют. Каждую премьеру зрители получают у нас на память. Вот у нас есть браслеты, молодежь. Вот такие ходы, понимаешь? Вот это да, вот это интересно. Спасибо вам большое, что вы к нам пришли за браслеты отдельное спасибо. Ну, а я напоминаю, что на студии были Галина Братышева, директор Челябинского молодежного театра, и Александр Зайцев, актер Челябинского молодежного театра. Спасибо. Спасибо.